Всем привет! У нас вечер, и мы решили к себе позвать мою сестру с Егором и Макаром, потому что завтра сестра с Макаром уезжает в Киев на несколько дней, ну, скорее всего, на всю эту неделю, потому что надо долечить Макара. Вот он же не доходил тогда из-за болезни, они вернулись в Черкассы, надо опять поехать и доходить на курсы, которые он проходит. Макар мой племянник, он не разговаривает, ему уже 6 лет, и мы стараемся всеми силами, как можем, и я, и моя сестра, всё возможное делать для того, чтобы он начал разговаривать побыстрее. Сестре моей очень сложно, она как-то даже очень похудела в последнее время, и мне хочется, чтобы она стала веселее и здоровее, скажем так. Ну, я надеюсь, ей в этом поможет жизнь в этом доме, во второй половине этого дома, потому что здесь всё-таки красиво, уютно, удобно, свой двор сразу вышел, и вот тебе двор, раньше они высоко жили, а теперь на первом этаже считайте. Ну, мне кажется, что здесь достаточно-таки хорошо. Ну, и нам очень хорошо друг с другом быть рядом, когда надо друг другу помогать. Пока что всё всем нравится, я надеюсь, так будет и дальше. И сейчас они к нам придут. Алис, пойдём переоденемся, гости идут. Да? Пойдём? Алиска только поспала, мы её покормили. Давай, уже закрепим и пойдём одеваться. Я не знаю, почему я всегда Алису одеваю, это беленькая, когда гости приходят. Мне кажется, в беленьком она такая девочка-девочка. Да? Кажется, мне оно ей идёт очень. И тапочки наденём. Да, дочек? Ну, плюс оно, видите, удобное. И не футболка, и не тёплая кофта. Да, кстати, посмотрите рум-туру моей сестры на канале, я вам ссылочку оставлю под этим видео. Она сняла подробный рум-тур второй половины дома. То есть, как они там устроились, что у них где стоит, лежит. Я думаю, вам будет интересно. Они не капризничают, из них ещё не выросли хоть. Что, как-то на пятку налазят с трудом. А ну-ка. Да, вроде не выросла. Чё тапочки не хотят налазить, а лисе на ножки, а? Признавайся. Чего они не лезут? Да. О, этот на лес. А эта нога правая и левая. Обычно говорят, правая нога у человека больше, и на неё вся обувь жмёт. Но это у Алиса левая. Странно. Не, наверное, мне кажется, зашёл тапочек. Вставай. Всё. Давай, поднимайся. Поднимайся, принцесска. Они к семи должны были? Да, должны были к семи прийти. А вот. А чё вы не приходите? Ждём, 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 ждём. А, длина просто не наверху. А, не что? Что там, Алисочка? А? Все-все лепят красиво, да? Надо всех раскидать. А ну, потанцуй. А ну, потанцуй, давай, потанцуй. Пошёл и смыл бить наш кунис. Дончик всё. О, и там тоже песенка. Тоже здесь по-фессе смыл бить наш кунис. Алиса, ты две песни сразу слушаешь, разные, да? Мне тоже, кстати, эта песенка нравится. Смотрите, как Алиса смешно собрала пирамидку. Она ещё не понимает, что надо там большой, за ним чуть меньше, чуть меньше. Но понимает, что их все надо надеть. И вот так собрала. Чем гостей угощать-то будем? Разговорами? Да, супер. Разговорами сыт не будешь. Ты вчера печенье накупил. Ну, оно же дешёвенькое. Оно же дешёвенькое. Гостям получше покупают. Я тебе кофе покупала и Алиске грызть. Ну, я ж уже не ем мучного, сонечка. Почему ты его столько набрала? Ну, потому что думала, я буду. А потом посмотрела, что сегодня утром начинается. Ты его всё съешь, только так. Я тебя знаю. Дня за полтора с кофе. Нет, за полтора нет. Долго лежит. Он всегда возмущается, что я много беру, но мне потом ничего не достается. Понимаете? Потому что он всё бегом съедает. Какой бегом? Ты ждёшь неделю, ждёшь. Да, конечно. Когда не приспичивает, его уже нет. Ну, конечно. Неделю, пару дней. И ничего нет. Топ-топ. Ой, мы любим тапочки. Пошла я наверх, пока гостей нету. Думаю, начну вам монтировать видео. И опять вижу нашу парочку вместе. Но не могу мимо пройти, чтобы вам не показать, как они миленько друг с дружкой сидят. И, кстати, я пересадила своего ещё одного хомячка в витрину. Костя подкрутил. Ничего нигде теперь не висит. Шкафчики ровные. Осталось только вот одну. Вот там ещё живёт мандаринка. Осталось вот здесь починить и её пересадить. Видите, как красиво. Песчанки у нас так и живут в контейнерах. Вот там под лестницей. Здесь живёт Нюша. И здесь две шаншилки. Вот так у нас располагаются животные. Тут шарики на мисочке шарика ждут. Он же на ночь придёт. Так, пошла я наверх. Сейчас надо ещё тут коврик красиво сложить. Мне интересно, будет ли Макар прыгать на этом батуте. Попробовать. Сейчас тут красоту сделаю. О, а вот и синий карандашик. А мне кто-то и писал, что он возле батута лежит. Спасибо вам. Нашёлся. Знаете, что такое затурканный человек? Когда у тебя 150 каких-то забот, хлопот. И я сижу и пытаюсь этот коврик сложить. И пытаюсь, пытаюсь. И думаю, ну почему же оно здесь не подходит. И только потом дошло, что здесь-то он одной стороной перевёрнут, а там другой, гладенькой. Потому оно и не подходит. Это очень прикольно, что этот коврик трансформируется, что его можно складывать как хочешь. На этот раз я решила его так сложить уголком, чтобы он как бы был возле батута. И как бы выходишь из батута и не на пол, а на коврик. Вот примерно вот так у меня вышло. И где-то деталюшек не хватает. А вот же они лежат, эти деталюшки. Во, теперь всего хватает, кроме вот этих маленьких кружочков, но я их специально убираю. Когда в последний раз при мне Алиса в рот запихнула целый кружок, и я думала, успею ли я его достать, или она его проглотнёт, и он застрянет. После этого я решила, что всё, не надо их сюда пихать. Опасно слишком. Мы ждём гостей. Алиса опять села книжечки смотреть. Всё, к нам уже пришли. Встречай гостей, Алиса. Алиса, привет! Скажи, привет! Алиса нарядилась? Да, конечно. Мамка нарядная. Привет! Вы так долго шли, как будто живёте очень далеко. Нас оденали. Некоторые оделись, как на северные полиции. Ну, на северные, на улице вообще-то холодно. Да. Алиса, ты куда? Привет, Малышня. Что, неужели они дошли? Да, прикинь. Вы, наверное, не со второй половины думали. А завтра уже и заняты. Ой, что? Ну, это вон Станина, да. Она организатор всех этих событий. О, всё. Может, мячик лучше? Алиска. Ты что скажи, ключи гораздо лучше. Ничего ты не понимаешь. И сойди туда, пока там никого нет. Открываем. Давай, давай. Посмотришь. Полозишь по лестнице там, да. А, мячик всё-таки лучше. Конечно. А ключи отдай назад. Нет? Ай, какое счастье. И ключи, и мячик хитрая какая, да? У папки связку забери там такая. И даже ключи. Очень неинтересно. Всё, телефон взял. Всё, взял. Всё, взял. Всё, взял. Всё, взял. Всё, взял тапочки. Да? Зачем? 150 одежд. Какие ему ещё тапочки? Ну, ты подключил свой телевизор? Да. У нас интернет. Так я что-то в два ночи включаю. А, у нас же Макат не этот самый, ну, мультики по телеку не смотрят. У него, вон, основное средство информации. Да, снимай. Вот, основное средство информации. А так вечером или кино, или ютуб какой-нибудь там рубануть. А Лиза? А во сколько завтра едете? Ну, с утра. С утра? Нам к обеду надо уже попасть там на занятия. Лиза, не мешай. И что, помогать прислала, да? Не боишься, да? А что ей бояться? Она же в прошлой разыбонялась. Ну, она вот по игрушкам двигается. Особенно, когда меня с ней отбросают. Которого очень страшно нервничать. Ну, растёт же, видишь. Ну, да, уже спокойно. И по дням, и по часам. Зук. А где бабушку спрятать? Бабушка у себя наверху. Я уж так давно не была. У вас уже сколько лет, а, блин? Да. Да, Алиса. А ещё перестановка. Это чик-кучий. Бои, а, твои. У нас они одни. Да. Алиса, дай ключи. Надо чем-то поменять. А ты хочешь ключи дозьем? Интересно. Нет, туда не надо. Так что залезем потом? Да-да, потому что нанерёшь. Чего? Да правильно, лучше сразу спрятать. Мало ли куда занесет. А может, и в унитаз закидывай? Да прям, ничего она у нас ещё не закидывала в унитаз. Чего ты на ребёнка наговариваешь? Ну, может. Ну, физически, да. Физически я могу. Всё ж когда-то начинается. Нет, это уже умышленное. Это же у тебя уже умышленное будет. Сынча, тут в окно ничего не видно. Давай, Элис, показывай гостям книжечки, да? Да, может, ничего не видно. Алиски на игрушки бомбарни. Тебе такой собачка понравится? Нажми, да. Да, скажи, Макар, давай читать будем, да? Нет, смотри, она уже по-другому к Макару. То она вообще так сама. Макар, скажи, да. Она хочет уже общаться. Ну, конечно. Скажи, Макар. Вишку принесла, чтобы ты почитала ей. Класс. На скилке они не прошли опять в контроле. Да, на скилке. Алиса любит. Да, классные вязаны. А нет, прошли тест там. Снимай носки. Классно, что ты сделала. Малысняк, ты стягивай носки. Алиса рада так. Кто там? Там Макар. Скажи, Макар. Тоже надо было всех их съезжать. Покажи Алисе малышариков. Ой, не надо, мы их только выключили. Нет, ну как на телефоне включать. А ну смотри, что тебе нравится. Там телефоны же у вас приблизительно у всех одинаковые, поэтому что. Сейчас научит ее и все. Алиса. А ну рассказывай, как твои дела? Книжку читай давай. Алиса. Как дела? Она мне что-то становится на Катю похоже. На Катю? Ну да. Ну может потому, что темные волосы, но все равно как-то... Не, а мне? Мне я тебе скажу на меня в детстве. Я вот свои фотки просто вспоминаю, которые я видела детские. Вот реально и не на Катю, и не на Настю, а на меня в детстве. А мне на Катю. Смотри, как обрадовалась гостям, да? Не, ну понятно, что лицо поменяется, но сейчас у меня на Катю. Пойди. Пойди. Как малый шарик. Не, они абсолютно не одинаковые. Пойди сравни, да. Десять отличий, наверное. Такая движуха, ты шо? Ну чуть-чуть отличаются, да. О, давай покажем Макару. Давай, Алис. Алисочка. Смотри, что делай. Иди посмотри, что делает Алиса. Он, кстати, сидит и на нее смотрит. Это столик левый, типа, да? Ну, типа, но не лего. Какой-то там экофайнер. Дешевле, чем лего намного. И, честно, по качеству так все. Я твои видео не успеваю смотреть. Конечно, у меня их много. Алис тоже прикольно. А игрушки, это не лего, это просто? Какие? Ну, это с ним шли вместе, да. А, я думала, ты лего туда поставила. Не, не. Он для лего не подходит, к сожалению. Видишь разницу, да? Да я попой. Даже попой одинок. По плотности, пощупай по плотности. Не, ну это жестче, да. Да. Они даже почти по цветам смотрят. Да, да, похоже. А тут какой-то более такой веселый. Да, но все равно вот тут больше похож на персонажа. Да. Ну, я не помню. Надо смотреть музыку. В принципе, прикольно. Уже такие. Возьми у Лены по игранию. Я чисто с творческой стороны. Видишь, моя сестра тоже любит в игрушки играть Кость. С любовью. Заметьте, я молчал до последнего. Да, да. Егор любит говорить. Это у вас семейное. Нет. Я вот думаю, что мы с тобой уедем в Голландию, поженимся, а их оставим вместе. Тут деталь-то любимая. Про, вот это Макаро любит. Макар. Кай. Пусть побегает. И вот та машинка, которая была тоже. А он смотрит на Алиску, что она бегает и тоже бегает. Прикольно. У него есть некоторые стереотипичные движения, поэтому не сильно. Ну, нормально он себя. Он просто рассматривает. Он, во-первых, тут давно был. И он же замечает, что он перестанет. Ну, в этом плане, да. Память у него хорошая. Наверное, ему нравится моя перестановка. Он клетки рассматривает. Клеток он увидел еще. Память у него фотографическая. Да. Шиншеллу он увидел еще. Мы с Черкесского уехали, через два года приехали. Он до сих пор помнит, где мы жили. То есть его на Советской высаживаешь, и дальше он пошел сам. Да, и участие. Да. Потом, считай, сколько мы в России пробыли, сюда приехали. На 700-летие, а раньше квартира была. На 700-летие вышли, он пошел в квартиру. То есть в этом плане он... Прикольно. Да. Не, ну правда же говорят, что такие дети гениальнее, чем обычные. Смотри, как это гениальность. Ой, Лизка пошла в карандашики играть. Ты ко мне гениальность. Повернись к ней, Таня. Вот так, чуть-чуть боком. Алиса, посмотри, ты уже умеешь оставлять карандашики? Ну, по цвету еще, наверное, нет, а так пытается. Макар, идешь? Интересно, все дети к папам бегут, а не к мамам. Алиса бежала на папу, залезла теперь Макар. Потому что папа лучше. Дети знают, что первое слово все равно должно быть папой, чисто из вежливости говорят. Мама. Наверное. Ага, еще скажи, вы папу их этому учите, что маме надо уступить, поэтому скажи мама, да? Конечно, объясняет. Наташа, еще эти бодики, что ты на год покупала? Нет, это я в Киеве покупала. А, да? А могуешь будешь, который... Не-не-не, это вообще не на год. Это просто в Киеве купили в детском магазине. Мне он так нравится, вот этот именно бодик. Да, малыш. Побежал. Смотри, вон девка бегает, а ты сидишь. Ой, к папе тоже. Ты же его там зажал, он встать не может. Не трогаю я его, вон он разложился. А где это вторая, пока запускал, когда прибегал? Машинка такая была. Где-то там же и стоит на полочке. Розовая она. Ой, а попугай у вас еще живой? Конечно. А ну, можно задемонстрировать? Конечно. Может, мы на него как-то отреагируем? Тань, покажи, вон, наверху стоит. Можем попробовать. Так, не бери по-другому. Да, шутит, он бери его. А, да! О, а что это за кот еще? А, кот? Кстати, кот это динамик, он танцует от телефона. А, я не знаю, что там включается. Не помню. Где та кнопка, нащупай. Да, тут вот. Попробуй сразу так нащупай. Это у Макара что-то на ускорение идет или на замедление? Нет, это он ускоряет, замедляет. Нет, в данный момент это было ускорение, да? Ну да. Вот, видишь? Ага. Сейчас нормально. Он, бог ютуба. Что, не получается? Нет. Может он просто выключен, посмотри, сзади там. Раз стегни липучку. А, стегни? Да. Я ж не знаю. Посмотри, включен или выключен. Я ж не спец. Что ты смеешься, Егор? Мультики смотрит. Малышня. Выключил. Сынося, ты знаешь, что делиться надо, да? Макар. Макар, смотри. Да, Лиза, не бурчи. Попукай. Ну, что он делает? Я видела, он там купил. Все, все, все. Он танцевал. Его надо там погладить, что-то такое. Лиза, ну покажи. Понравится, да, Макар? Интересно, что это. Алиска любит ему пальцы в клюв совать. Чтобы он ее кусал. Понравился. Упал. Плывет. Сыно, поставь вертикально. Сейчас на пару с гусем нужно концерт устроить. Ой, нас этот гусь так замучил, что мы его спрятали. Мы его спрятали. Алис, поставь его, поставь попугайчик. Плюс в том, что он не громкий. Или вы мне динамик заклеили? Нет, ничего не заклеили. Потому что у гуся я скотчем заклеил. Да, да, гусь очень громкий. И вообще такой. А робот, помнишь, у нас остался? Нет, робот нормальный был. Нет, он же заклеенный там. У нас робот же тот заклеен. Там робот у нас такой остался. Короче, на кнопку нажимаешь, он там цифры учит. Ну, такое всякое там. Прикольно. А что вы не позабирали? У меня всего две руки. Даже с тем, что у меня вылезло дополнительное в момент переезда. Понимаешь? Это в Черкесии уже остался? Нет, ну в Ставрополь. Ну, рядом там. В России, короче. А там еще-то что? Там машины не хватит забрать это все. Ну, наши родители все. То просто, да. Просто робот, то там... Ну, мы, конечно, заклеивали тоже. Он там кнопки жал все время. Нет, игрушка хорошая. Потому что она интерактивная. Там пальчиком надо... Учит алфавит, там, песенки всякое такое. Мы еще очень круто ее на Новый год купили. Уже купили? Да, хочешь, могу показать. Ну, не знаю. Егор уже видел. Красава, может, ей на Новый год уже показали? Не, ей да. Я на виду тебе могу показать. Ей, конечно, на Новый год. Прошу, что все красиво покажут. Смотри, Макару там дает. Да, слушает. Прям орел. А Алиса тоже интересная. Сама им не интересовалась. А при гостях интересуется. Еще и как, смотри. И хвостик там есть, да, дочек? Он еще повторяет. Мы как-то сказали что-то? Сейчас попробуем. У него какой-то типа ля-ля-ля. Да, он смешной. Алис, давай попробуем ему что-то сказать. Он на хвосту. Алиса, привет. Алиса, привет. Алиса, привет. Вот, он еще повторяет. А ты его когда-то хотела хомяка-то пить. Знаешь, знаешь, Белый? Ага, да. Алиса, привет. Только я не знаю, когда он и почему повторяет. Вот ему так скажешь, он поет, поет. Он даже как-то пел. Вот это Алиса, привет, пел. Я еще не разобралась, как он это делает. Что надо нажимать? Сейчас нащупает тут кнопка. Алиса, привет. Вот он теперь будет 300 раз это повторять. Вот. Что это? Я же не знаю, как это делается. Это по идее его научи работать. Это прикольно было, как робот. Смотри, там, как он. Идешь, что-то? Идешь? Круто, да? Смотри, как понравилось. Поискали что-то на потопе, но не нашли нормально. Я Гору говорила, что лучше такое что-то подарить на Новый год. Машинку, машинку. Макар, тебе танец? Вот ты, Гору, будет сам играться. О, видишь, он видел, где ты лет. Ага. Смотри, он ему привет машет. Надо его рукой нажать, чтобы он... Привет ему машет. Нет, это у него стереотипедия. А ну. Макар, привет. Ну, попробуем. Что это такое? Маша? Маша? Что-то я его заклеила. Птичка. Видишь? Да, он хочет нажать. Ты здесь нажимаешь? Видел же, что ли? Да, здесь есть кнопка. Смотри, он поет. Макар, привет. Круто, да? Я не ожидала, чтобы... Да, он закригерит. Он раньше на такие игрушки не реагировал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас не проб Нажимаешь он самое или нет? Не он может он зать. Здесь? Так, так. Чё к нам прибежал? Сейчас девчонки научат. Чё к нам прибежал? Алиска. Ты там леку поскладываешь? Да. Алиска. Дело в том, что конструкторы нравятся. Покажи. Вот кто бы сомневался. Посмотри вот тут, Тань. Вот в этих зелёных. Может ему что-то с этого понравится. Она там такая яркая. Держишься, держишься, держишься. Да, и дальше как по ступеньке. Конструктор. А тут что-то надо собирать? Ну это я пособирала уже там. Может они поразбивались немножко. Может какие-то домики его? Алис, слезай. Ну и куда мы побежали? Сбежала. Угу. Ты к шиншилкам нашим пошла, да? Проверять наших животных? Кто там как? Давай проверим. О, Нюшенька лежит. Я тебя испугала, ты спала. Чё ты не в домике спишь, зайка? Чё вы смеётесь? Ну и куда мы побежали? Стой, малыш. Вот здесь. Вот здесь. Скажи папе привет. Как ты разбудишь? Как ты разбудишь? Идём наверх. Егор, а пошлите Макара на батут попробуем. Ну Таню зови. Таню, идите. Попробуйте и вернётесь назад. Чай здесь попьём внизу. Чтоб наверх потом не идти со всеми чайными штуками. Так, 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 так. Пошли наверх, идём. Пассажир, ну и тихо. Её. Таня, Таня, ещё чай, да? Не, я не буду чай. Макара, смотри, что тут тут есть. Давай на телефон, залазь. 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 Залазь, залазь. Давай, прыгай. Залазь. Прыгай. Прыгай. Алиса сейчас придёт. Прыгай. Залазь. Она сама наведет. Не, она не залезет сама. Таня, наверное, ей не надо. Лучше по очереди. Ну так, пускай. Пускай, он ж не будет так прыгать резко, он ж ж... Ты уверена? Ну давай. Залазь. А ну, Алиса, покажи класс. Давай, прыг-прыг. Прыг-прыг. Да, вот так. Прыг-прыг. 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 Да, бабушка у себя. Макар, давай прыгай, давай. Макар, давай прыг-прыг. Прыг-прыг, как Алиса, давай. Это защита, чтобы ты там не вытолкался с Алисой. Ты вылазишь. Телефон не надо, прыгай там. Там без телефона. Осторожно Алиса сзади, Макар. Алиса, тапочки? Тапочки у Макара, да? Прыг-прыг, вот так. Прыг-прыг. Алиска, ты уже вылезаешь. Алиса. Погуляйте там. Еще раз просит тут место, хватило, чтобы его поставить. Да, он еле влез. Ты что, я так переживала, что не станет, мы с Костей чуть не поругались. Он говорит, ну ты купила уличный батут. Ну, будет уличный. Ну, с другой стороны, ей есть, видишь, где побегать. Был бы он маленький, не было бы так побегать. Ну, да, он позволяет куда поставить. Да, он позволяет, а потом... Почему бы и не поставить? Это я так считаю. Пока есть возможность, чем не порадоваться. Привет. Привет. И... Кстати, знаешь, что дети любят прятаться за шторой и вот так вот через ткань играть? Не, не знаю. Мне когда-то рассказывали, они же когда утроби сидят, ну, в шмате, то они прикосновение чувствуют через... Ну, вот, через... Ну, прикольно. Да. И у них остался рефлекс, они любят прятаться и через... О, Макар мячик нашел. Кидай, кидай. Давай, Макар, кидай мячик. Они так себя улыбнут. Ты знаешь, он так... Ну, мне кажется, что он стал умнее. Взгляд даже. Такой взгляд осмысленный. Контакт к ней просто стал. В принципе, у него с интеллектом проблем не было никогда. Макар задумался. Сынусь. Ты идешь? Тебе нравится? Попрыгай. Просто я сюда не залезу. Все, опять обратно? Большая девочка. Скоро будет супертяжело. Мне уже когда в костюме, очень тяжело на улице носить. Алис, попрыгай, Сынусь. Алис, давай прыг, прыг, давай. Прыг, прыг. Попрыгай, с Алисой. Вот так. Дай-дай, скажи Алису. Не отдаёт. Дай-дай-дай. Дашь, Алиси? Дай-дай. Дай-дай-дай. Не даёт. Танюшка, принеси, там еще куча мячиков в этом. Не надо, чтобы ссорились. Алис, сейчас еще мячики дадим, хорошо? Да, еще есть мячики, на. Держи. Целая куча, бери. Бери мячики. Давай прыг, прыг. Давай прыг, прыг, дайте. Прыг, прыг. Алиса, скажи, дай-дай-дай. Теперь два макарата. Чай не будешь? Нет, спасибо, я чай не буду. Лена, а ты чай будешь или как-то? А я чай буду, не надейся. Только сахара не надо. Ой, ой, ой. Дали мячики тебе, да. Все? Выбух? Тихо дать. Тихо вниз попугай, дай-дай. Сейчас больше попугай понравился. Алиса, отойди. Алиса, отходи. Вообще он все время довольный. Приятно глянуть. Попугай, он прям вообще. Раньше он так вниз. Куда, куда. Ты вниз хочешь? Ну, идем, мы уже как раз вниз идем дальше. Идем. Ну, хорошо. Детский санказахар есть? Пробуй давай, шейкарь. Алиса, встань. Алис, Юзя, не спеши. Ну, Макар заинтересовался. Алис, ты можешь? Смотри еще. Так, ну что, мы попили чаю. И отдыхаем. Папа, а не мама. Это первая мама, а это вторая. Да. Скорее, я первая. Да, может и наоборот. Может и наоборот. Костя с Алисой больше сейчас время проводят. А я за монтажами. Алиса, пришлась и дружба. Алиса, у нас же тоже похожий трактор есть. А, у вас же тоже ты монтируешь, да? Да. Ты монтируешь у вас, да? Ну, да. Алиска, иди. Ну, давай Макару поиграть. Ну, она вместе хотела, понимаешь? Она же не забирала. Может она уже устала просто? Нет, она просто обиделась. Ну, мы же Макару не объясним. Тут как бы и Алисе не объяснишь пока сильно, что надо делиться. И Макару тоже. Поэтому ни на кого обижаться нет смысла. Блин, недовольная. Все, мы помирились. Макар играет в паровозик. Ой, в паровозик. В трактор. А Алиска в планшет. Давай, куда Мишку положим? Давай смотреть. Куда положим Мишку? Ну, что ты возмущаешься? Давай, куда крокодила? Смотри, где крокодила, Алис? Вот крокодил. Надо крокодила сюда. Сейчас, Леночка. Да? Да, Мишку сюда. Ничего себе, что сказала. Макарчик там, да, Алис? Так, давай, Мишку сюда, да? Сюда, Мишку, умница. Ой, улетел Мишка. Да, это кто? Это зебра. Это зебра. У вас другие песенки на тракторе, да? У нас же трактор Афари, Африка. Песни про Африку? Ну, типа. Ну, не будет, где-то на жарапах раз винию пить. Там песен нет, там просто звуки и мелодия, когда на дядечку это выживаешь. Ну, и едет он там, биби-биби. Что же на ней ездит? Да, это тоже ездит. Это звук, скажем, другое. Заинтересовался Макар так прям сильно. Что, малыш, что? Давай, собирай. Да, прикрепляй. Ну, смотрите, вам рано ехать, да? Да, но уже завтра, путь дорогу. Да, до выходных вы едете, да? Закончить, дай бог, там и здесь уже. Ну, да. Потому что что-то он нам такими... Трудом дается, да. С уважаемым. Ну, зато есть же результат уже. С самого первого занятия результат, это же круто. Ну, не с первого, пускай там с третьего, с четвертого. Не, ну, я имею в виду с первого раза, как поехали. С первого курса, да. Я не ожидала, если честно. Потому что, ну, вот с кем я общалась, у кого был результат, то те говорят, что там с третьего курса. А уже получается, хотя вот я общалась с руководительницей, то она говорит, что да, с третьего уже такие результаты получше, но бывает, что у детей даже с первого дня. То есть бывали случаи, когда ребенок сидит и у него уже какой-то проблем. Ну, у всех по-разному. Ну, да, смотря у кого какие-то нарушения. Ну, да. Кто там? Кубики там. И там кубики. Что-то Алиска ищет. Так мало погуляли, да, Макар? Возьмите его с собой, поиграйтесь. Слышишь? Ну, это же чуть-чуть другой вещь, ему нравится. Возьмите, потом Егор занесет. Ради Бога. Ну, так вечером сегодня поиграется. Чему уже спать? Уже время. Ему спать уже? Кушать, маться и спать. Понятно. Это уже в следующий раз придет потом. Ясно. Ну, хороший. Слушайте, Алиска. Не, не туда. Вот сюда. Молодец. Будем что-то строить, Алис? Да? Давай в коробку. Башнику построим. Ой. Улетели. Улетели. Как быстро раскидываются игрушки, да? А как долго они собираются? Это да. Да, джук? Да? А где он штаны там? Какие штаны? Мокрющие. Жарко, конечно. Там швитер. Смотри, какие жабы. Это шиншилы. Ты его дезинформируешь. Давай. Ну, тапочки. Тапочки. Осторожно, тут с такого-то такого-то. Еще один пришел, попрыгал. Даже меня забыли. Алиса пришла хомячков проведывать, да? Сейчас. Или ты провожать? А, ты провожать гостей. Все правильно. На руки. Давай скажем пока-пока. Да? Пока-пока скажем. И нашим зрителям тоже пока-пока. И до новых влогов. Приходите снова. Ой, с падки. С падки. Хорошо, да пораньше. Может, получится, а у вас сейчас лежит. Вы пользуетесь пометом.